Разочаровали, Дмитрий, вы меня очень, когда сказали, что простой белорус от Гомеля до Барановича нормально себя чувствует. Я живу в реальной, процветающей в кавычках Беларуси, а вы бывали в сказочной. Я не хочу с вами спорить, может вы правы. Я был в Беларуси, да, мне она показалась сказочной. Мне понравился Минск, мне понравилось вокруг Минска, Гродно, Гомель, Витебск. Ну, мне многое понравилось, и многое в Беларуси лучше, чем в Украине, хочу вам сказать. Но вы там живете, и вам виднее, и я с вами, заметьте, не спорю. Я вообще с уважением всегда отношусь к чужому мнению. Черезменелось ваше ставление до Дудя, письмо слив Скрипина. Нет, я к Дудю отношусь, во, мне кажется, он замечательный. Роман Скрипин, кстати, тоже подавал большие надежды, он был очень хорошим журналистом, с ним в последнее время что-то случилось, он сошел с ума немножко, от зависти, наверное. Зависливый какой-то стал Рома, но талантливый парень, ну что делать с ним. Дмитрий, следите ли вы за митингами в Грузии? Нет. Дмитрий, уговорите Дудя. Имеется в виду уговорить Дудя на интервью, чтобы он мне дал интервью. Я его поуговариваю еще, мы с ним говорим периодически, он отказывается, потому что он не хочет быть публичной фигурой. Я уважаю это его стремление, я вообще уважаю стремление каждого человека жить так, как они хотят. Но, конечно, это было бы интересно, я его еще обязательно поуговариваю. Как вы считаете, у кого лучше качество интервью, у Дудя или у вас? Вы знаете, я думаю, что об этом не должен судить я, об этом должны судить зрители. И я вообще думаю, что нас не надо сравнивать, потому что каждый представляет интерес Дудь, однозначно представляет интерес, смею надеяться, что представляю интерес и я.